У меня жена начала задавать и мне вопросы, я сам себе начал задавать вопросы, почему на территории Кольчуга-Атчинска и здравоохранительного комплекса, который принадлежал Клеменкову, начали отгружаться сторонние машины, которые не отражались в бухгалтерских документах Кольчуга-Атчинска. Получилась ситуация, когда Боровский Олег Юрьевич, гражданин, и Головастик, они просто начали обманывать Клеменкова. Моя жена тогда доложила, позвонила Клеменкову, сказала, разберись, что-то здесь не так, потому что там громадные суммы, там буквально уходил, уходил камень. А ведь Клеменков свои 50 миллионов вложил тоже, должен был какую-то денежку брать, чтобы отбивать эти кредиты, правильно? Ну, короче, она когда доложила, приехали тут гонцы от Клеменкова, и получилось так, что, ну, большая ругань между братьями. И вот Боровский решил на его оборудование сделать себе деньги сторонние, ссылаясь на то, что вот он все пропьет и так далее. Подставляют мою жену. Перед этим, когда вот начиналась только фирма, мы возили на Шарыпово, помню, хорошие объемы, и мои две машины тоже хорошие деньги заработали. Они заработали деньги, и я хорошие деньги. И 900 тысяч они попросили на зарплату работникам Кольчуга-Атчинска. Ну, мы, ну, давай, господи, ну, вроде как, она же все-таки глобух, да? Мы не стали снимать со счет, оставили, рассчитали с людьми, короче, за работу. А потом, когда дальше, я начал требовать деньги-то. Какие деньги? Татьяна, когда возбудили уголовное дело, естественно, была в шоке. Ну, как так? Вот брат брата кинул, еще, ее же Крани опять вытягивают, да? И она не выдержала этого, ну, представляете, выгла в бух, да? Вроде честно работали, честно докладывали, показывали, что вот твой брат Клеменкова там уже докладывали. Что твой брат занимается, у тебя хищением. В итоге, вот это возбуждено было уголовное дело по 159 статье, это мошенничество. Хотя уже все мы доказали тогда, но она была так потрясена, а тут еще плюс деньги не отдают. А мы же тоже в кредитах были. И тут получилось, что как бы она увидела, что ее доверие обернулось против нее самой. И она сделала первую попытку суицида осенью 12-го года, да? И потом вот эта вот гражданка Горис, конечно, следователь, что вот это, это, ну, крайне непорядочный человек, видит, видит, что человек, так сказать, ну, убит морально. Она начала ее добивать дальше. Она ее начала добивать, я там, ну, много возмущался, там, просто боялись, что я когда-то начал руками махать. Я у этой Горис потом выиграл три суда. Татьяна полностью реабилитирована. Я писал заявление о заведении самоубийства, указывал конкретные фамилии, мыло не было отказа в следствием комитете. И мы когда практику повторяли, у нас практически никто, ну, вообще никто не привлекался по этой статье. Ну, потому что, говорит, мы же ей, он же, говорит, ей не давал эти таблетки сам. Ну, там, понимаете, там, они так хитро думают, им лишь бы ничего не делать. Дальше работали на НПЗ, возили, еще я 680 тысяч заработал тогда. Уже тогда была фирма «Карьер-сервис». Боровский меня на эти деньги кинул. Ну, представьте, вас, да, ну, или меня, или вас, родственник вложил деньги, ну, дал тебе возможность работать, все, ну, зарабатывай себе деньги, зарабатывай мне деньги. А он его просто кинул. Понимаете? Это вот моральный облик этого гражданина Боровского, да? Если вы, граждане Ащинского района, думаете, что этот гражданин что-то, что-то сделает полезное для района, то вы глубоко ошибаетесь. Кто вы для него? Если он брата кинул, то кто вы для него? Вы для него – это источник денег. И вот эти граждане лезут и лезут и лезут во власть, понимаете, и врут, и, главное, я, есть такие косвенные подтверждения, что, что Боровский на наших депутатов райсовета выходил. Ну, есть там, сыворотка правды, там, употребили, и, короче, люди говорили, что 11 депутатов вроде как он обрабатывал, обещал большие деньги от 300 тысяч до 500 каждому, но только после решения этого райсовета. райсовета, да, и пугал, что интересно, это у него фишка такая, пугал именно, что в случае, если, особенно у кого там бизнес, создаст проблемы с бизнесом, ну, то есть через налоговую, через налоговую, ну, это тоже прекрасно делает. Хотелось бы, чтобы более принципиальные были депутаты, конечно, чтобы встали и сказали, да, было, да, есть, и его привлекли бы к уголовной ответственности за покупку дачи и все-таки. Продолжение следует...